Всем привет! Это видео именно для молодых хозяек, для неопытных. Поэтому все остальные, если кому-то не нравится, сделайте ускоренку на полтора и с удовольствием просмотрите. Всем спасибо! Поехали! Всем привет! С вами Наталья Муханёва, канал Сосразу. Сегодня у нас история про... Ну, как вы думаете, глядя на эту банку? Да, про квашеные, замороженные огурцы. Ну, или про нерадивую хозяйку. Кто уже постоянно со мной, тот знает, что у меня нет погреба. Но я очень люблю соленые, квашеные, маринованные и разные-разные огурчики. Но у меня они не хранятся. Не хранятся, потому что нет погреба. И потому что все баночки мутнеют и поднимают крышку. Но не складываются у меня с огурцами и всё. Поэтому я делаю огурцов много. Но как много? Четыре трёхлитровые банки я ставлю в холодильник. Они прекрасно хранятся. А остальные банки, по мере того, как... Если крышка сдулась, идут у меня в холодильник на терраске. Но на терраске у меня холодильник подвергается зимнему морозу. И когда на улице большой минус, а в этом году у нас хорошие минусы, то в нём всё замерзает. И вот такие огурчики я достала сегодня из этого холодильника. Ну что? Могу сказать, что банка цела, это уже хорошо. Крышка вздутая, но прогибается туда-сюда. То есть она просто как бы деформировалась крышка. Вполне возможно, что просто от морозов. Смотрим, наблюдаем, размораживаем. А то, может быть, стоит огурцы просто морозить, квасить и убирать в морозилку. После того, как она разморозится, надеюсь, это будет к вечеру, сейчас у нас утро, 8 утра, будем проводить дегустацию. На ужин у нас, возможно, будут огурцы с отварным картофелем. А может и нет. В общем, чуть позже встретимся. Это видео, конечно, больше подойдёт молодым хозяйкам, потому что все эти нюансы взрослые девушки, конечно, знают. Но если это будет кому-то полезно, это уже хорошо. Поэтому мы сегодня делаем вкусную воздушную пёрышку. Именно вот так вот, как с предвкушением пюрешечку. С чем вы её будете подавать и с чем вы её будете кушать, это, как говорится, не принципиально. Самое главное, чтобы картофельное пюре было очень вкусно. И это именно не толчонка, а воздушное вкусное картофельное пюре. Для этого чистим картошку. Почистили картошку и ставим её варить. Для того, чтобы её сварить побыстрее, режем на половинки. Можно на четвертинки. Как вам удобнее. Порезали картошечку на четвертиночки. Выделился крахмальчик. Обязательно промываем ещё раз холодной водой. И всё-таки не прошло и трёх минут, как ставим вариться. Как только картошка закипела, снимаем пену обязательно. Повторюсь, это видео для молодых хозяек. Вдруг кто-то не знает. Дочка, например, у меня сейчас проходит курс молодого бойца. И помогает, снимает пену. Картошку заодно пытается выловить. С той стороны, с краешка тоже. Куда же без помощницы. Всю пенку надо снять. Подсаливаем картошку. И пробуем, достаточно ли мы посолили. Делаем средний огонь. Огонь накрываем крышкой. И даём повариться картошке минут 15-20. Потом будем протыкать вилочкой и проверять, сварилась ли она. Наша картошечка сварилась. Сливаем полностью её. Кладём сливочное масло. И, конечно, берём толкушечку и толчём картошечку. Потолкли. Камера у меня опять играется. На данном этапе можно подсолить, попробовав картошку, поперчить, кто любит перчик. И далее мы добавляем тёпленькое молоко. Берём миксер. И начинаем взбивать. Далее без звука. «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok У нас растаяли замороженные соленые квашеные огурцы. Сейчас мы их будем пробовать. Всем привет! И сейчас мама приготовила картофельное пюре. Воздушное и, наверное, вкусное. Сейчас мы будем его дегустировать. Воздушное действительно получается. С комочками, правда. С огурчиками. Да. С какими огурчиками? С солеными или маринованными. С квашеными. С мороженными. Конечно, мы, может, еще маме положим пару ложечек картошки. Мама, правда, не любит огурчики. Мама любит чесночок шмяк. Шмяк. Хватит. Ты самый большой выбрала? Самый длинный. Самый длинный? Ну что, он внутри пустой, наверное. Кисленький. Квашеный он. Очень кисленький. А еще средней мягкости. Он пустой, наверное, внутри. Да? Да. Да или нет? Покажи внутри. Не-не-не, вот сюда. В общем, после заморозки огурец становится почти пустой. Но по вкусу он не меняет своих вкусовых, как говорится, качеств. Приятного аппетита. Спасибо. Всем пока. До скорых встреч. Вкусненькая, воздушная и очень-очень-очень вкусная. Очень многозначительный ответ. В общем, картошка-пюре нам больше всего нравится взбитая миксером. Нам, конечно, иногда лень доставать миксер. Но такая консистенция очень воздушная. И больше всего всей нашей семье нравится. И еще раз дубль два. До скорых встреч. А вы взбиваете картошку миксером? Если да, напишите это в комментарии.